Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу о том, как я использую свою корейскую косметику. Мягкое отшелушивание лица с помощью кислотных пэдов. Это очищающие пэды для снятия макияжа от Mary May. Внутри баночки одноразовые ватные диски, пропитанные кислотным составом. Такие диски можно использовать и на чистую кожу, и для дополнительного отшелушивания ороговевших частичек кожи. Кислоты помогают выровнять тон, микрорельеф кожи, что в дальнейшем улучшает впитываемость остальных этапов ухода. Ну и, конечно, тональный крем ложится ровнее. Такими пэдами я снимаю только легкий и дневной макияж. Стараюсь не подбираться к области вокруг глаз, чтобы не травмировать ее. Второй диск использую в этапе очищения макияжа, потому что, вы увидите, но диск будет снова грязным. Концентрируюсь на Т-зоне, там обычно расширенные поры, которые хорошо скрабируются и зашлифовываются. Плосьон для иммунитета и сияния кожи. Самый главный этап, как говорят корейцы, восстановление PH кожи, тонизирование и подготовка к активным сывороткам. Этот тонер с витамином В5 и комплексом бифидо я использую без ватных дисков. Наливаю немножечко на руки и наношу похлопывающими движениями на лицо. Тогда, когда у меня сухая и стянутая кожа, я хочу ее напитать, чтобы она разгладилась. Это я делаю чаще перед макияжем, а после макияжа наношу успокаивающий тоник. С очень популярным сейчас, как в Корее, так и в России ингредиентом для проблемной кожи, центеллой азиатской. Она обладает как противовоспалительным, так и ранозаживляющим действием. Как использовать активные сыворотки? Кожа уже подготовлена с помощью предыдущих двух этапов, поэтому сыворотки будут эффективно раскрываться на лице. Я использую каждую сыворотку под проблему. Хочу я либо уплотнить лицо, либо осветлить, либо успокоить. Например, сыворотка с гидролизованным килогеном подтягивает кожу и хорошо подходит перед макияжем. Сыворотка с неоцинамидом в составе будет осветлять кожу, так как любят все корейцы, и я в том числе причислена к тем людям, которые убирают свои веснушки. Поэтому не забываем использовать ЭСП. Следующая сыворотка 100% масс-хэв для тех, кто использует постоянно косметику и после ваша кожа немного покрасневшая. Ее я использую на ночь, центелла стала для меня целым открытием. Верхний барьер, чтобы не дать испариться всем нашим сывороткам и тем этапам, которые были до этого. Да, Корея славится своим 10-ступенчатым уходом за лицом, но это не тот случай. Я использую корейскую косметику на русский лад. Тем временем я закрыла все свои этапы увлажняющим крем-гелем. Он не липкий и очень приятный. Не выбеливающий, подходящий моему оттенку кожи тональный крем. В Корее найти тональный крем, который не будет создавать белую маску на лице, достаточно сложно. Несмотря на то, что у них тоже оливковый и желтоватый оттенок кожи, они используют серые, чуть ли не белые тональные кремы. Им так нравится, у них такая культура. Но некоторые бренды европизированные делают на наш рынок. Например, этот CC-крем подстраивается под оттенок кожи. Но, конечно, даже CC-крем нужно подбирать под свой подтон кожи. Я использую консилер в шайбе от популярного корейского люкс бренда Magia Dalia. Хороший желтоватый корректор, наношу его на свои синячки активные. Бренд Red, который частично делается в Корее, производя их самые популярные текстуры. Например, влажный хайлайтер для сияющей влажной кожи, что очень популярно в корейском макияже. Наношу еще на галочку над верхней губой и небольшой клац по скуле. Свой оттенок румян вы можете определить, если отогнете низ губы. У меня какой-то ягодно-персиковый цвет. А наношу их в технике поцелуя солнца вместо бронзера. Я использую прямо поверх скулы, чтобы сократить ее. У меня она большая и интенсивная. Двойные, иногда даже тройные тени для век. Что удобно для путешествия или носки в косметичке, но совершенно неудобно для меня использование на каждый день. А в сравнении с американскими огромными палетками от Jeffree Star выглядит вообще смешно. Но как показывает практика, кроме бежевых и коричневых цветов в палетке, мне ничего не нужно. На каждый день. Но остальные цвета как будто бы вдохновляют. Мне кажется, в люксовые палетки специально добавляют один яркий цвет для настроения. Брови. В Корее носят светлые полупрозрачные брови. Если нужно, я сделаю отдельный урок про корейским бровям. Да, в Корее действительно идет тенденция на то, чтобы вообще перестать рисовать брови, либо делать их очень тоненькими и светлыми. Яркий ядерный корейский тинт для губ. В руках у меня сейчас неон, но позже будет. Я наношу легкую нюдовую помаду матовую от Diadalia. Что интересно, в корейском макияже часто используют бежевые теплые помады для того, чтобы тинты смотрелись более натурально и градиентно. Я втушевываю пальчиками помаду и расчехляю свой ядерный тинт, который буду наносить на внутреннюю часть губы. Получилось очень натурально. Я теперь знаю, как делать настоящие зацелованные губы. Корейские маски отличаются тем, что они очень хорошо пропитаны в составе. Возвращаясь к уходу, хотела показать и рассказать, как я наношу корейские маски и насколько у них этот тренд развит. Один из главных секретов корейской системы ухода состоит в частом использовании масок. Их применяют не время от времени, а практически каждый день. Это маска от Mary May, гиалурон и пантенол. Опять же, успокаивающая и увлажняющая маска, которая за счет гиалурона подтягивает лицо. Сама ткань пропитана в действующем составе по типу сыворотки. Плюс, как патч ложится на лицо, естественно, оказывается быстрый визуальный эффект. Мне кажется, это мастхэп визажистов. Поэтому формат коробки с масками очень актуален. А это опять моя любимая Центелла Азиатская. Выступает как действующее вещество в этой успокаивающей маске. Ну и экстракт чайного дерева, которое мы тоже знаем. Она у меня просто стоит либо на полочке, либо в холодильнике. Ее я использую в любой непонятной ситуации на предварительно очищенную и тонизированную тоником кожу. Равномерно накладываю маску, избегая зоны области вокруг глаз и губ. Оставляю на 10-20 минут. И аккуратно снимаю нежными движениями и взбиваю остатки эссенции в кожу до полного растворения. Такой вот у меня получился корейский уход за кожей. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вы смогли чуть больше приобщиться к корейской косметике. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.